22 октября во Франции, в Ницце, Ассоциация Союз Чеченцев Франции провела заседание в связи с нападением на лицей Гамбета Вараси. Чеченская диаспора, а также представители различных ингушских объединений во Франции выразили глубокое возмущение этим шокирующим фактам, категорический протест любым формам насилия и терроризму. Собравшиеся выразили соболезнования родным и близким погибшего Доминика Бернара и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим. На заседании выступили Иса Дудаев, заместитель председателя Совета Старейшин Европы, Заурбек Гулаев, председатель Совета Старейшин региона Ницце, Имам Рамзан Магомадов, президент Ассоциации Союз Чеченцев Франции, Харон Отзоев, представитель ингушской диаспоры в Ницце и Умлад Мадаев, член Ассоциации Союза Чеченцев Франции. Участники заседания обратились к компетентным органам Франции с предложением сотрудничества по вопросам, связанным с образованием, молодежи, общественной безопасностью и многим другим вопросом. Радикализация отравляет общество, терроризм не имеет национальности и границ. Лица, вовлеченные в эти преступные акты, оторвались от своих корней и отказались от своих культурных ценностей, традиций и фундаментальных принципов свободы и взаимоуважения, позволив втянуть себя в эту жестокую спираль посредством социальных сетей. Наши представители на местах стремятся выполнить миссию образования, воспитания, профилактики раннего выявления для предотвращения манипулирования умами нашей молодежи деструктивными идеологиями. Поэтому наша коллективная ответственность – продолжать борьбу с преступлениями. Наши обязательства – работать вместе, чтобы защитить наше общество и сохранить наши общие ценности, человечности и свободы. Безопасность наших граждан остается нашим главным приоритетом. Вместе нам удастся достичь мира и безопасности, которым мы все стремимся, сказано в выступлении Исы Дудаева. М. Иссад Дайев, вице-президент du Conseil des Sages d'Europe. М. и mesdames, декларацию concernant le crime à licee Gambetta en Arras, France, Nice, 22 octobre 2023. 13 octobre 2023. Заявление касательно преступления в licee Gambetta, город Arras, Франция. 13 octobre 2023 года в licee Gambetta, городе Arras, Франции, было совершено преступление с убийством учителя и ранением других лиц. Мы выражаем самые искренние соболезнования семье и близким убитого учителя Доминика Бюрнара и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших. Этот акт насилия невыразимой подлости затронул все французское общество и в том числе наших соотечественников. М. и чеченская диаспора, а также представители различных ингушских объединений во Франции выражают свое глубокое возмущение этим шокирующим фактам. Школы и учителя являются символами самых фундаментальных человеческих ценностей того, что человек хранит в своем сердце. Радикализация, какая бы она ни была, отравляет все общество. Терроризм не имеет национальности и границ. Лица, подвлеченные в эти преступные акты, оторвались от своих корней и отказались от своих культурных ценностей, традиций и фундаментальных принципов свободы и уважения к другим, позволив втянуть себя в эту жестокую спираль посредством социальных сетей. Наши представители и различные ассоциации на местах стремятся выполнить миссию образования, воспитания, профилактики и раннего выявления для предотвращения манипулирования умами нашей молодежи, деструктивными идеологиями. Поэтому наша коллективная ответственность продолжать борьбу с преступлениями. Наши обязательства – работать вместе, чтобы защитить наше общество и сохранить наши общие ценности, человечности и свободы. Безопасность наших граждан остается нашим главным приоритетом. Вместе нам удастся достичь мира и безопасности, которым мы все стремимся. Прежде всего, я хотел бы еще раз выразить соболезнования родным и близким погибшего Доминика Бернара и пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к компетентным органам со следующим предложением. Мы должны работать с вами по всем вопросам, связанным с образованием молодежи, общественной безопасностью и многим другим вопросам. Нам нужно идти друг к другу, искать общий язык во всем положительном, от которого будет зависеть наше общее будущее и настоящее. Среди нас есть высококвалифицированные специалисты, профессионалы во многих областях, готовые к сотрудничеству и ожидающие ответа от соответствующих органов. Хочу подчеркнуть, что я неоднократно обращался к различным органам, правоохранительным, общественным и многим другим по поводу совместной работы на благо общества. Надеюсь на понимание в этом вопросе и готов к сотрудничеству по всем вопросам касательно нашего общего дела. Нам есть еще много чего сказать, но на это потребуется много времени. Спасибо. Дамы и господа, я хотел бы поблагодарить за то, что вы пришли, всех моих братьев и сестер, а также членов ассоциаций и журналистов, чтобы донести наше мнение и наше видение относительно террористического акта, который произошел недавно во Франции. Мы собрались сегодня из-за трагедии, которая произошла в лицее Гамбета, города Араса, чтобы высказать свое мнение, свое отношение к этой трагедии. Прежде всего, я хочу выразить наши глубокие соболезнования семье и близким Доминика Бернара. Я также выражаю сочувствие другим жертвам этого убийцы и желаю им скорейшего выздоровления. Как и все порядочные люди, мы категорически осуждаем нападение, совершенное Магомедом Магушковым. Нет оправдания этому подлому и трусливому нападению на безоружных людей, на людей одной из самых мирных профессий, учителей. Нападению, совершенному на глазах у детей, которые тоже стали жертвами, хоть не физического, но психического травматизма. Более того, это преступление терроризировало сотни тысяч учителей и миллионы детей во всей стране, лишив их чувства безопасности. И я хочу также выразить нашу солидарность и нашу поддержку народу Франции и, прежде всего, учителям. Хотел бы также обратить внимание, что опять некоторыми СМИ и политиками была названа, причем неправильно, национальность преступника. Магомед Магушков Ингуш. И для нас, как и для наших братьев Ингушей, это преступление стало двойным ударом, и как по жителям Франции, так и по представителям войнахской диаспоры. Мы знаем, сколько усилий прилагают наши враги для того, чтобы очернить наш народ. Все подобные атаки, помимо всего, ведут еще и к дискредитации чеченцев, основная масса которых мирно и спокойно живет во всех городах, давшим им убежище. Мы знаем, сколько наши враги работают трудно, чтобы диаболизировать наш народ. Все эти атаки, между другими, ведут также к дискредитации чеченцев. Многие живут пацифически в всех странах, которые дадут им убежище. И поэтому я считаю своим долгом в очередной раз, призвать все наши диаспоры быть внимательнее подрастающему поколению, давать им правильное воспитание, не оставлять их на попечении улицы и социальных сетей. Тех, кого уже невозможно исправить, мы должны сами передавать в руки правоохранительных органов, чтобы подобные трагедии больше не повторялись. Мерси. Дамы и господа, сегодня я стою перед вами как ингуш и как человек с ограниченными возможностями. Наша семья и вся ингушская община во Франции приносят свои глубокие соболезнования семье погибшего и желают скорейшего выздоровления раненым трагические события, которые произошли 13 октября. Мы разделяем вашу боль и скольбь этой ужасной трагедии. Моя нация ингуши, чеченцы, так и другие, как и другие эмиграты, стремятся активно интегрироваться во французское общество и активно принимать французские ценности. Мы учимся языку, погружаемся в культуру и историю Франции и стремимся стать активными членами этого общества. Франция всегда была страной активной для беженцев и эмигрантов. Это страна, которая приветствует разнообразие и культурный обмен. Такие акты, как этот, являются единичными случаями и не должны ставить под сомнение нашу готовность и желание быть с Францией. Важно понимать, что такие акты, как этот, не могут представлять весь народ или наши ценности. Мы категорически против терроризма или жестокости. Давайте продолжать поддерживать друг друга, бороться за мир и солидарность в нашем обществе. Спасибо за вашу внимание. Медлайнер, как все французские, как все французские, были удивлены в Харас. Туер человек без защиты, даже больше шоку, когда убийца является профессором. Дело в том, что это было заявлено в медиа без проверки, и информация exactа на источнике убийства было еще больше шоку для нас. Дело в том, что последнее из наших целей, это будет в том, что нашему министу, в том, что нашему министу, Безусловно, что мы не имеем никакой ответственности для его действия. Каждый ребенок, в этом университете, в этом университете, то есть университет. Это преступление изоляции, независимо от нашей семьи, и мы все равно отрисованы от новой новости, что нибудь францесса. Это акт для женщин. Есть много случаев, и расизм, простых и пур, против наших сопо-патриотов, в этом акте. Я хочу сказать несколько примеров о нашей стороне, от того, чтобы не быть человеком, как все францессы не должны быть responsables. Как все францессы не должны быть responsables от того, как францессы не может быть. Университет. Университет и зарплатно пошли Discover Stories И еще один учитель был в школе, где только в Тхитченн – родственные и девушки – и учили, которые были вместе с двойной учениками в школе. На учебном учении, не выбрали все же тхитченнам, как в школе. Это неизбежно. Я оставлю себе представить, как это возникло к сложным детям. Мы делаем это расчеты, а с дискриминами каждый день, на работе, на школе, на университете и на институты публике. Ни медиа, и некоторые политики, не сделали только феу. Мы учим, работаем, бенефицируем на Франции, и мы не знаем, что мы не знаем, что наши граждане и граждане, которые жили и граждане в этом стране. Мы деменем все действия, и мы не желаем не обрабатывать всю страну, чтобы не обрабатывать всю страну. Мы приехали в Францию для защиты войны, войны, войны. Мы не желаем не обрабатывать наши детей, чтобы эти преступления не было. Продолжение следует... В выступлении Умлата Мадаева, член Ассоциации Союза Чеченцев Франции, который выступил от имени родителей Франции, сказано, что чеченский народ, как никто другой, знает, что такое война и насилие. Многие чеченские дети испытали на себе все тяготы жертв агрессии. Их семьи были вынуждены искать убежище в Европе. Они выражают возмущение этим актам и надежду, что из-за преступных действий одного больного человека негативное отношение не будет автоматически перенесено на весь народ. Редактор субтитров А.Семкин